Мне лично такое не нравится, и я такое не приемлю. Спасибо огромное строителям и проектировщикам за то, что они засыпали песчаные пляжи вот этой вот карьерной фракции. И низкий поклон вам! Всем привет, зрители и подписчики YouTube-канала «Правда жизни в Крыму». На своем канале я буду рассказывать много гадостей и негатива. Да, много гадостей и негатива. Несмотря на то, что мы находимся в Крыму, в Крыму до сих пор местные власти не везде работают нормально на местах. Не везде деньги, которые выделяются на исполнение федеральных целевых программ в Крым, используются правильно. И эти деньги иногда разворовываются. Многие объекты ремонта и реконструкции не делаются в срок, замораживаются и не делаются годами. Если тебе нравится такой формат видео и ты еще не подписан на канал, срочно подпишись. В данный момент я нахожусь в курортном селе Береговое Бахчисарайского района. Прошу не путать Береговое с Феодосией. Это Бахчисарайский район. Я забрался в каменные дебри, каменные джунгли. Вот эти вот остатки того, что не успели, не успели увезти, осталось со времен реконструкции набережной и работ по береговому укреплению здесь, в этом поселке. До сих пор за моей спиной еще находится паспорт объекта, на котором написано всякая чушь. То есть не убрали вот эти бетонные блоки, бетонные конструкции и не убрали паспорт объекта. Что и как здесь происходило в береговом, в этом прекрасном, недорогом и действительно супер бюджетном курортном поселке, сейчас вы узнаете. Ребята, приношу извинения из-за помех, которые могут быть из-за сильного ветра, потому что дует действительно здесь на берегу ветерочек и ветерочек такой не слабенький. И теперь вернемся к тому, что же здесь происходило. В 2017 году по федеральной целевой программе были начаты работы. Цель этих работ – строительство береговоукрепительных сооружений и также формирование одной пляжной карты и также строительство набережной здесь, в селе Береговое. На эти работы была выделена сумма 80 миллионов рублей. Сумма немаленькая, ребята. Но в 2018 году работы были прекращены из-за того, что финансирование этих работ было остановлено. И до 2021 года работы здесь не велись. В прошлом году, перед началом сезона, мы приезжали сюда и я для основного канала, канала Евгения Щепинский, снимал видео «Как обстоят дела». Я немножко сгладил всю ситуацию, хотя мне было неприятно смотреть на то, что здесь происходило. Были кадры с коптера и сейчас вы их увидите. Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрели? Впечатливо, да? Но в начале лета 2021 года зашел новый подрядчик. У нас же в Крыму как получается? Как только что-то пошло не так, сразу же со стороны Сергея Валерьевича Аксенова звучат заявления. Недобросовестный подрядчик. Я во многих видео повторяю, что уже за 7, а потом за 8 лет, как Крым находится в составе Российской Федерации, уже можно было научиться выбирать одного добросовестного подрядчика. Ведь строительство набережных в Крыму – это бич. Это набережная Терешкова, это первый этап строительства Лазурной набережной. Это все две набережные в Евпатории. Набережная в Семиизе, которую усыпали вот такими булыжниками. Об этом есть на моем канале видео, на канале Евгений Щепинский. Ну, действительно, как-то не идет, не клеится со строительством и реконструкцией набережных в Крыму. Что же произошло после лета 2021 года? Эту набережную и все работы должны были закончить к 1 сентября 2021 года. Сейчас мы вместе с вами находимся на этой, ну, можно сказать, набережной. Можно сказать, набережной, ребята. Хотя вот эта вот площадка, которая больше подходит для стритрейсинга, закатанная в бетон, с ужасными швами, об которые можно споткнуться, я все это не считаю набережной. До того, как начались работы в 2017 году, здесь были прекрасные песчаные пляжи. Сейчас же мы видим, что берегоукрепительные работы были произведены. Насыпали крупных камней карьерных, фракция камня помельче. Да, и берег вроде бы укрепили. Но это побережье славится тем, что берега здесь крутые. Откосы. Эти откосы периодически, почва двигается, они осыпаются, ползут. И иногда под этими завалами погибают люди. Но здесь, в этом месте, смотрите, еще раз обращаю внимание, где были задуманы берегоукрепительные работы, склон у нас пологий. В ту сторону у нас порода откосов, которые падают. Там находились дикие пляжи и люди там периодически отдыхали, уходили от толпы. Если это можно назвать толпой. Потому что в береговом не так уж много людей и отдыхает. Потому что в основном здесь частный сектор. Какие-то отели и гостевые дома уже давно пришли в упадок. Ну, здесь такой спокойный, спокойный, бюджетный, супер бюджетный отдых. И люди гибли под этими отвалами. Так, про берегоукрепительные работы я вам сказал. Новый волнорез, волнолом построили. Теперь же давайте мы подойдем очень тонко к пляжной карте, которая была оговорена по условиям проекта. Идем. В данный момент мы с вами находимся на пляжной карте, которая была оговорена в рамках этого проекта. Ну, если это называют пляжной картой, то я, наверное, ребята, Юрий Гагарин или Луи Армстронг. Я не знаю, ребят, кто я после того, как вот это вот назвали. Ну, давайте посмотрим внимательно, как людям опускаться к морю. Здесь, на этой пляжной карте, находиться просто невозможно. То есть, это... Ну, у меня нет слов. Начнем с того, что завезли сюда щебня. Да, фракция этого щебня, конечно, мельче, чем в Симизе. Вот такой вот щебень примерно. Но штормами сделала вот такие обрывы. И здесь, на этой пляжной карте, отдыхает только одна компания. Вот там, где более чуть-чуть разровняли. Или, может быть, море разровняло. Спасибо огромное строителям и проектировщикам за то, что они засыпали песчаные пляжи. Вот этой вот карьерной фракции. И низкий поклон вам. Проектировщикам. Кто рисовал, кто придумал это. Ребята, это не южный берег Крыма. Это западное побережье Крыма. Здесь вот этого не должно быть. Некоторые зрители, когда я делаю такие видео, они говорят, это наследие Украины. Да, ребята, здесь, в Береговом, есть четкое и ясное наследие Украины. Вот там, выше меня, находится старая, бывшая спасательная станция. Во времена Украины там был плакат. Ритуальная станция. Сейчас же осталась часть плаката и написано. Увальная станция. То есть часть плаката оторвалась. Так почему за 8 лет, когда здесь была реконструкция, когда все это делалось, нельзя было снять вот этот плакат наследия Украины. И, дорогие, уважаемые зрители и подписчики, хочу вам сказать такую вещь. Не пишите, пожалуйста, на то, когда я показываю вот такие объекты, вот такое отношение к Крыму, что это наследие Украины. Нет, наследие Украины осталось вот там. А здесь это бесхозяйственность, это воровство, это головотяпство. И буду говорить так, как засыпали вот этот песчаный пляж вот этой крупной фракцией карьерного камня. Это вредительство. По-другому это не назовешь. Еще пару слов про набережную здесь в Береговом. Если это называть набережной, ну, я сказал, кто я такой и что вообще это происходит. В моем понимании набережная это красивое прогулочное место, оборудованное мачтами освещения, оборудованное какими-то лавочками, какими-то кафе, развлекалками. Чтобы люди могли здесь гулять, проводить время, а не вот это вот голое бетонное пространство, как я сказал, для стритрейсинга, без освещения. Хотя, может, напишите мне, что кто же здесь будет гулять, если сам поселок там, неужели с поселка сюда будут идти гулять. Многие люди любят вечером приходить к морю, дышать морем, смотреть на море, встречать рассветы, провожать солнышко на закате и любоваться всей красотой Крыма. Крым же для этого создан. Ну, как можно здесь? Здесь, на этой набережной, днем даже нельзя спрятаться нигде от жары. Я не считаю, что деньги потрачены со смыслом, с пользой, и что была целевая трата этих денег. Я думаю, что, наверное, кто-то здесь откусил или отломил, ломать денег. Возможно, не маленький. Ну, в этом должны разбираться другие службы, прокуратура, следственный комитет. То есть, ну, вот это не нужно здесь. Ну, вы напишите, конечно, в своих комментариях мне свое мнение. Идем дальше. Так, не спеша, за каких-то 3, 4, 5 минут я прошел всю набережную. Да, сделали берегоукрепительные работы, и некоторым людям приходится ютиться, купаться на узкой пляжной полосе возле вот этих валунов. По сравнению с тем, что здесь было, какие были пляжные карты, да, море, шторма брали свое, но пляжные карты были. Украли у людей, украли, честно говоря. Что же оставили людям? Заканчивается набережная, заканчивается вот таким ограждением. Люди сверху идут по такой лесенке, и куда же они идут? Ребята, они, да, о чудо, люди, все люди идут на пляж. Когда-то вот эти пляжи, это были дикие пляжи, потому что они находятся под этими отвесными скалами, глиняными. И в любой момент эти глиняные скалы могут обрушиться, могут поползти на людей. Так что оставили людям после строительства этой набережной и берега укрепительных работ? Оставили только дикий пляж, который не оборудован ничем. Здесь нет ни переодевалок, ни шезлонгов, ни бунгало. И самое главное, здесь нет спасателей. То есть каждый человек, который отдыхает на этом пляже, не дай бог, свела судорога, не дай бог, что человек утонул. Был человек, и нет человека, ребята. И за это никто не ответит. Руководству проще было поставить вот там наверху таблички, пляж закрыт, пляж не обслуживается, спасение не обеспечивается. Это проще всего сделать, снять с себя вот такую ответственность. Я не понимаю, для кого. Вот объясните вы мне, вы мне объясните. Я с властей объяснения уже не могу потребовать, потому что власть мне не ответит. Объясните вы мне, как вы считаете, для чего и для кого все это было сделано. Куда были выброшены 80 миллионов, причем ваших денег, федеральных денег. А эти деньги, федеральный бюджет, он образуется из ваших отчислений тогда. Пенсионные, то, сё. То есть бюджет растет, растет, потом раз, кусок бюджета бросили в Крым, и он, этот кусочек пропал, где-то растворился, и непонятно, что с ним сделали. А сделали вот что с ним. Не пишите мне злобные комментарии, что я против Крыма, что я показываю только гомно. Вы увидели это. И могу сказать так, таким людям, которые будут писать, ты очерняешь Крым, все сделано классно. Вам бы понравилось, если бы у вас рабочие наклеили бы обои криво и с пузырями дома. У вас причем. Если нравится, тогда я не знаю, что вам сказать. Мне лично такое не нравится, и я такое не приемлю. На сим не смею вас задерживать. Своё видео, наверное, я закончил. Жду от вас комментариев. Все новые зрители. Подписка на канал. Ну, я с вами не прощаюсь. До встречи в следующем гадостном видео.